Всем привет! Вы на канале Иришу, меня зовут Ирина. Видео с разбором демо-версии ОГЭ по русскому языку 2020 года. Я рассказала, какие изменения произошли в ОГЭ по русскому языку этого учебного года. Всего пара заданий в работе не изменилась по сравнению с предыдущими годами, и сегодня практикум как раз будет посвящен одному из таких заданий. Это задание номер 4, оно посвящено типам связи слов в словосочетаниях. Теория по этому заданию у меня уже есть, ссылка на видео будет в описании к этому видео, и сейчас также подсказка появится, если вы вдруг еще не знаете, как отличать согласование от управления, от примыкания, то сначала посмотрите видео с теорией, а потом переходите к этому практикуму. Обычно я пользуюсь сайтом Решу ОГЭ, как видите, много вариантов я уже разобрала во время транспорта, трансляций и во время обычных видео в предыдущие годы, но, к сожалению, до сих пор на этом сайте никакие изменения не внесли. По идее, я бы могла открыть седьмое задание и сказать, что вот оно точно такое же, как в прошлом году, но все-таки хочу, чтобы уже этот практикум был по нормам этого учебного года. Поэтому обращаюсь к сайту Незнайка, у них уже здесь есть задание нового типа, правда, нумерация здесь немножко не та, что должна быть, нас будет интересовать задание синтаксический анализ словосочетания, вообще он имеет номер 4, а не 3, потому что первое задание это изложение, и, соответственно, все тестовые задания сдвигаются на одну цифру. Постепенно на моем канале выйдут видео по всем заданиям, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны, нажимайте значок колокольчика, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео. А мы будем переходить к разбору десяти четвертых заданий. Прежде чем я буду приступать к объяснению задания, я вам предлагаю ставить видео на паузу, думать, какой бы вы ответ дали, возможно, записывать даже эти ответы, а потом продолжать смотреть видео. И затем, после того, как я разберу все десять заданий, я вам предлагаю посмотреть, сколько у вас будет верных ответов, и в комментариях напишите, какой результат у вас получится. Первое задание. Выполните синтаксический анализ словосочетания. Замените словосочетание «находил без ошибок», построенное на основе управления синонимичным словосочетанием со связью примыкания. Напишите получившееся словосочетание. Формулировки заданий будут похожи, будут меняться только сами словосочетания и их типы, поэтому дальше я буду быстрее читать эти задания. Итак, нам дано словосочетание «находил без ошибок». Это управление нам нужно заменить на «примыкание». При примыкании зависимым словом обычно являются наречи, депричастие, числительное и неизменяемые слова других частей речи. Чтобы изменить тип связи, для начала нам нужно найти главное слово в исходном словосочетании. В данном случае это слово «находил». «Находил без чего?» без ошибок. Именно от этого слова мы задаем вопрос, поэтому оно является главным. Главное слово мы оставляем без изменений, с ним мы ничего не делаем. Нам нужно изменить часть речи зависимого слова. Без ошибок, без предлог, ошибок существительное, поэтому это управление. Нам нужно, чтобы зависимое слово отвечало на вопрос «как» и было однокоренным к слову «ошибок». «Находил как?» безошибочно, то есть «без» из предлога у нас становится приставкой, и ошибок мы меняем на «ошибочно». «Находил безошибочно». Это будет ответом. Ответ записываю без пробелов, без всяких знаков припинания. Второе задание. Нам дано словосочетание смотрели восторженно, построенное на основе примыкания. Нужно его заменить на управление, то есть обратную работу выполняем. Даю вам время, чтобы подумать. Нахожу главное слово «смотрели как?», «восторженно смотрели главное слово». И из наречия «восторженно» нам, наоборот, нужно теперь сделать существительное. «Смотрели с чем?», «с восторгом». Это будет ответ. Третье задание. Третье задание. Нужно заменить словосочетание «серьезный разговор», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью примыкания. Обычно согласование нужно заменить на управление. А вот здесь попался пример, когда нужно заменить на примыкание. Подумайте сначала. Слово «разговор» главное, зависимое слово «серьезный». Нужно из этого прилагательного сделать наречие. Ну или для причастия, или числительное, но в данном случае будем делать наречие. И задаю вопрос «разговор как?», «всерьез». То есть нужно сделать нам однокоренное слово «разговор как?», «всерьез». Задание немного повышенной сложности. Четвертое. Нужно заменить словосочетание «шелковое платье», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управления. Вот здесь все обычно, все просто. Сначала подумайте, какой бы вы ответ дали. Еще главное слово «платье». Какое? «Шелковое платье». Платье – главное слово. Нужно изменить часть речи, зависимое слово. Это прилагательное, нужно из него сделать существительное. И также при управлении зависимым словом может быть существительное с предлогом. В данном случае у нас как раз это и получится. И помните, что при управлении зависимое слово должно отвечать на вопросы косвенных падежей. То есть на вопросы всех падежей, кроме именительного. Пятое задание. Нужно заменить словосочетание «дворец из мрамора», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласования. Опять же, обратное действие будем выполнять. Еще главное слово – это «дворец». Дворец из чего? «из мрамора». Нужно, чтобы зависимое слово стало прилагательным или причастием, или притяжательным местоимением. Но в данном случае это будет прилагательное. Дворец какой? «мраморный». Ну и можно поменять слова местами, чтобы был прямой порядок слов. И получится «мраморный дворец». Но если вы запишите «дворец мраморный», то тоже такой ответ засчитается. Шестое задание. Нужно заменить словосочетание «смотреть завистливо», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управления. Опять же. Главное слово «смотреть», «смотреть как завистливо». Нужно из наречия сделать существительное или существительное с предлогом. Смотреть с чем? С завистью. И, кстати, для успешного выполнения этого задания нужно не только знать типы связи слов в словосочетаниях, но и довольно хорошо разбираться в морфологии и в словообразовании, чтобы у вас получалось образовывать однокоренные слова. Седьмое задание. Нужно заменить словосочетание «скатерть» из льна, построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласования. Здесь все просто. Подумайте, какой ответ вы бы дали. Главное слово «скатерть». Скатерть какая? Льняная. Здесь все просто. И также помните о том, что нужно записать слова верно с точки зрения орфографии. Например, в слове «льняная» в суффиксе одна буква «н». Если вдруг вы образуете верное словосочетание, ну, допустите, в нем орфографическую ошибку, то балл за это задание вы не получите. Поэтому внимательно проверяйте, как вы пишете слова. Восьмое задание. Нужно заменить словосочетание «поле ромашек», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласования. Но задание похоже, только словосочетание поменялось. Главное слово «поле». Поле чего? Ромашек. Задаю вопрос «поле какое?», чтобы это было согласование. Получается «ромашковое». Ромашковое поле. Пишу в ответ. Девятое. Нужно заменить словосочетание «жадно пить», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управления. Подумайте, какой бы ответ вы дали. Главное слово здесь «пить». «Пить как?», «Жадно». Нужно задать вопрос косвенного падежа. В данном случае это будет вопрос «пить с чем?». Получится «пить с жадностью». И десятое задание. Нужно заменить словосочетание «жил без забот», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкания. Ищу главное слово. Это «жил». «Жил без чего?», «без забот». Нужно задать вопрос «как?». «Жил как?», «беззаботно». Опять у нас предлог становится приставкой, и от слова «забота» или «забота» я образовала наречие. И также обратите внимание, что не нужно менять формы слов в исходных словосочетаниях. То есть, если вам дан глагол прошедшего времени, то вы его таким и оставляете. Не нужно менять его, например, на инфинитив. Не нужно писать «жить беззаботно». Так и оставляете «жил беззаботно». То есть, главное слово в исходном словосочетании вы вообще не меняете. И, например, если бы вот в этом словосочетании у вас было написано «поля ромашек» в родительном падеже, да? «Нет поля ромашек», то в ответ тогда бы вы записали «ромашкового поля». То есть, родительный падеж нужно было бы сохранить. На это обращайте внимание. Итак, давайте я буду завершать работу, буду проверять. Результат 10 из 10. Все верно. А вы в комментариях пишите, сколько верных ответов вы дали. Если у вас остались вопросы по этому заданию, то задавайте их в комментариях. Если у вас есть вопросы, не связанные с темой этого видео, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Подписывайтесь на новости моего сайта, на мой инстаграм, на мой телеграм-канал. И будьте и решу, ведь я все решу. Удачи вам, люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok